Смотрите, вот наши родные 33 буквы. В том виде, как они здесь расположены, они описывают материальный мир. Мир без движения, мир безжизненной формы. Это можно сравнить с огромным парком аттракционов, в котором нет людей, но ради которых он был создан. И чтобы этот парк ожил, в него должны прийти те, кто желает развлечься, поиграть. Как происходит оживление, мы в дальнейшем будем обсуждать. Этот звуковой ряд вечен, изначален и неизменен. Его пытаются искривить, извратить. Подмешать к нему дерьмеца в виде лишних чужеродных символов. Но он имеет свойство самоочищения. Точно такое же свойство, как и русский народ, который является его носителем. Посмотрите, друзья, на эти 33 буквы. Каждый из которых стоит ровно на том месте, на котором ей положено быть. И менять их местами нельзя. Каждый из них имеет свой порядковый номер, который точно соответствует сути, заложенный в символ. Каждый из букв – Бог. Каждый Бог – это энергия и действия, происходящие в мироздании, начертанное и оставленное в графическом виде. По сути, этот звуковой или графический ряд является описанием всего, что происходило, происходит и будет происходить во Вселенной. Сочетание символов рождает звуковую формулу, мантру, ну или более привычно – слово, которое несет в себе симбиоз энергии, точно описывающий процессы мироздания. Я буду наглядно показывать и рассказывать о этом в своих видео, более подробно раскрывая для вас тайны русского языка. Все, конечно, невозможно в данном формате будет сказать и показать. На то есть веская причина. Но дать представление о этом считаю своей обязанностью. Обратите внимание на букву, стоящую посредине звукового ряда. Я ее специально выделил, начертав более крупно и обособив. Вы все знаете этот символ, знаете, как он звучит, а еще интереснее, как вы его произносите. Понаблюдайте, какие движения при этом делает ваш род. Это тоже не просто так. А как думаете, что означает П и почему именно это? Буквка П означает замкнутое пространство, невежество, преграда, бездействие, хранилище. И аппетитов много для этого символа, но только не надо ему приписывать негативное качество и значение. Вообще, заранее предупреждаю. Если желаете осознать процессы, происходящие в мире, научиться заглядывать в тайны слова русского, то нужно напрочь откинуть такие понятия, как плохо или хорошо. Ибо без этого вы не сможете продвигаться по дороге осознанности и просветления и получения знания. Вернемся к символу П. Помните, что он означает? А теперь взгляните на наглядный пример, который даст вам понимание, почему именно этот символ начертан. Более подробно, почему именно такая форма в виде П станет понятно, когда мы перейдем к разбору следующих символов в следующих видео. Смотрите, что перед вами. Кружка, сосуд, верно? Какой она формы? Как вы думаете, что прячет эта форма П внутри себя? Для того, чтобы это узнать, нужно эту форму раскрыть. Для этого ее нужно сдвинуть с пьедестала, на котором она водружена, что даст возможность раскрыться тому, что она в себе прячет, скрывает. Но просто сдвинуть, это тоже будет мало. Ибо эта буковка символизирует и означает тьму. А тьма – это просто отсутствие света, без которого нет возможности различать формы. Вот смотрите, мы сдвигаем форму П, и она сеет в мироздание то, что в себе прячет. Все, что вы увидите сейчас высыпанным, это просто аллегория. Здесь формы людей, болтов, шурупов, семян, резиночки всякие, перцы, фасолинки, крестики. На самом деле этих форм триллион и триллионов. От самых мелких атомов, микробов, бактерий, собак, кошек, домов, человека, планет и звезд. Все, что вы видите и не видите вокруг, все это высыпано из П – тьмы. Но оно высыпано во тьму, тьмой и хранимо. И чтобы этим формам дать возможность проявиться, в мироздании должен появиться свет. Первый свет – первый огонь. А вот как этот огонь рождается, как он проявляется и какую форму имеет, какой буквой обозначается в русском языке, мы поговорим в следующем видео. Друзья, если хотите разобраться в том, что вас окружает, научиться понимать слово русское, его глубины, коренной смысл, не пропускайте видео, смотрите с первого ролика и далее. Я их пронумерую. Пересматривайте каждую часть по несколько раз. Я буду стараться делать их короткими, но емкими. Для вас это новая наука, новый язык смыслов и новое мировоззрение. Это можно сравнить с изучением иностранного языка. Но не пугайтесь, со временем все получится. И вы, как в страшном сне, будете вздрагивать только от одной мысли, что все это богатство языка русского могло пройти мимо вас. Я буду рассказывать не только о буквах, но и о том, что позволит вам достичь понимания всего, что происходило, происходит и будет происходить в мире. Я покажу вам то прошлое, реальное прошлое, которое даст понимание всего, что происходит сегодня. Мы заглянем в такие тайны, о которых вы даже не подозреваете. До встречи в следующем видео. И не забывайте, что П – это тьма, невежество, скрытое пространство. Эпитетов и синонимов в русском языке много. И помните, для того, чтобы осознанно видеть мир, нужно уйти от понятий «хорошо» и «плохо». До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok